Всем привет, я Кристина Терещенко с ежедневной сводкой от новостей Донбасса о войне в Украине. Подписывайтесь на канал, потому что мы ежедневно говорим о ситуации по обе стороны линии фронта. Российское министерство иностранных дел в лице замглавы Михаила Галузина выдвинуло очередной свой ряд условий для завершения войны против Украины. Сделали это в интервью российскому изданию ТАСС. Если кратко и по существу, то Украина должна отказаться от планов вступления в ЕС и НАТО. ВСУ должны остановить боевые действия, а русский язык должен стать вторым государственным. И, конечно же, все должны смириться с оккупацией части украинских территорий, что в российском МИД назвали так, цитата, новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение. В офисе президента Украины ультиматумы России назвали подтверждением того, насколько российское руководство юридически и фактически недееспособно. И предложили России свой план окончания войны. А вот в Институте изучения считают, что Кремль не создал никаких серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистических целей принудить украинское правительство к капитуляции. Более того, Китай, возможно, пытается подтолкнуть Запад повлиять на Украину, чтобы заставить ее согласиться на прекращение огня. Переходим к ситуации непосредственно на фронте. Восток Украины остается эпицентром боевых действий. Российская армия ведет наступательные действия на шести направлениях – Купенском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском и Бахмутском. Продвинуться вглубь территории российским войскам не удается, сообщает замминистра обороны Украины Анна Малер. По ее словам, на основном направлении – Бахмутском – активных боевых действий нет уже пару дней – ни на флангах, ни в городе. Украина держит занятые ранее позиции, среди которых, как отмечает Малер, и юго-западные окраины города в районе «Самолет». Наступательная активность российской армии в Бахмуте снизилась. Это связано с перегруппировкой войск. Параллельно происходят и случаи дезертирства в российской армии. По информации генштаба ВСУ, 25 мая около 20 заключенных, которые недавно прибыли для усиления подразделений в районе Сватова Луганской области, сбежали. Мужчины похитили автомобиль «КамАЗ» и отправились в неизвестном направлении. Их до сих пор не нашли. В Брянской области дрон «Камикадзе» атаковал автомобиль Министерства обороны РФ. По информации от российских СМИ, двое военнослужащих РФ погибли. Атака зафиксирована на участке дороги Бровничи-Сушаны. Этот участок находится на расстоянии около полутора километров от границы с Украиной. Там же о попытке прорыва ДРГ и боях сообщают российские СМИ. Якобы объявлен сигнал «Эдельвейс». Мирные жители укрываются в подвалах. На улице слышны выстрелы. Другая атака дронами произошла в Псковской области России. Там под удар попало обминздание нефтепровода. А в Белгородской области обстрелом повреждена подстанция. По предварительной информации, часть региона без электроэнергии. 30 обстрелом российской артиллерии подвергся угледар Донецкой области за минувшие сутки. К тому же по городу были нанесены два авиаудара. Один человек погиб и шесть домов разрушены в часа в Яре. Еще один человек погиб в Солидарской громаде. В Северске и Звановке обстрелами также разрушены частные жилые дома. Днем под обстрелом была Константиновка. Там учебное заведение и четыре частных дома повреждены. Взрыв минувшим вечером прозвучал и в захваченном России Мариуполе. По сообщениям легитимных местных властей, попадание в районе завода Азовсталь по месту дислокации российских военных. Предварительно сообщают, что там погибли порядка 250 российских военных. Также сегодня ближе к вечеру в Мариуполе снова раздавались взрывы в районе железной дороги. По предварительной информации работало ПВО. Фото с обломками снарядов публиковали в соцсетях. В оккупированной Волновахе удар пришелся по частным жилым домам. Погибла женщина. В Донецке обстрелом повреждены жилые дома в Киевском районе. Вблизи захваченного России курортного Бердянска Запорожской области звуки обстрелов звучат уже второй день подряд. ВСУ наносят удары по базам отдыха, где располагаются российские военные. По информации замглавы Бердянского районного совета Виктора Дудукалова, речь может идти о сотнях погибших российских военных. Сегодня взрывы звучали и в самом Бердянске, судя по фото, прилеты в район порта. Причина их пока неизвестна. Все на сегодня, но больше новостей 24 на 7 для вас в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Если нравятся такие ролики, как этот, то они выходят на ютубе ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. До встречи!